Хороший день для пересадки, и сегодня я пересажу свой филадендрон. Места уже мало, ему там, и возьму емкость побольше. Видите, что горшок уже для этого растения маловат, и я ему приготовила вот такое новое жилище. На дно обязательно сделать дренаж. Я обычно использую пенопласт. Чем мне нравится пенопласт, он очень легкий. Видите, и земля тяжелая, растения тяжелые, и переносить довольно сложно. Да, если кто не знает, обратите внимание, что надо делать дырки. Я вот на этот горшок попросила супруга сделать пять дырок для слива лишней воды. Можно использовать керамзит, можно использовать битый кирпич, можно также использовать скорлупу от яиц, и что мне еще очень нравится, скорлупу от орехов. Тоже от грецких орехов. Очень хорошо можно использовать. И сейчас на дно я положу грунт, который мы сами готовим, и потом сделаю перевалку растению. Плодендрон растение тропическое во влажных субтропиках и тропиках, и растет. Поэтому ему нужно хорошее удобрение. И смотрите, я ложу слой торфа. Это специальный торф из земля такая. Это торф из магазина, купленный сразу же с ножом. Аккуратно надо отделить землю, чтобы можно было сделать перевалку. Потому что идет большое скрепление почвы с горшком. Да, поддается. Сейчас. Видите, что полностью заросла корневая система. Вот так пойдет. И теперь надо аккуратно со всех сторон выложить грунт. Грунт мы делаем сами. Необходимо было пересадить, так как корневая система уже заполнилась. И также смотрите, на два или на полтора пальца надо добавлять горшок, не больше. Грунт дерновая земля. Я взяла кротовину. Дальше идет крупнозернистый песок. Перегной. Можно использовать торф. Можно использовать специально для филадендронов почву, которую купить в магазине. И видите, что я со всех сторон одинаково выкладываю почву. Чтобы цветок вместился ровненько по всему. После того, как уложим слой земли, надо пролить водой, чтобы земля заполнила все пустоты. Я пользуюсь или дождевой. У нас вот только-только прошел дождик. Она свежая, хорошая дождевая вода. Или пользуюсь снеговой водой. Водой из прудика. Можете пользоваться водой из аквариума. Или уже, если нет никаких вариантов, то отстоянной водой. Заглублять корневую шейку не надо. На том уровне, как была, так и оставить. Пересадки хватит года на 4. Пока опять заполнит корень весь горшок. Руки-руки, пачкаются руки землей. Обязательно уплотнить. Смотрите, я уплотняю и ушло еще много грунта. Значит, надо добавлять. Потом обязательно еще раз пролить. Сейчас еще добавлю. Мой красавчик и ладондрончик. И останется только пролить еще раз водой. И замульчировать. Мульчирую я шишками. Вот так тяжело носить. Шишки все-таки легкие. Пролить надо очень хорошо, чтобы напиталось. И замульчирую шишками. И все, и можно уносить. Для чего мульчирование? Чтобы не было сильного испарения влаги. А впереди лето. В домах будет жарко. Ладондрончик мой выглядит вот так. И останется его занести в дом.